Здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда я Артем. Сейчас по различным оценкам, оценки эти довольно сильно разнятся, но тем не менее, во всем мире хранится огромное количество цифровой информации, всего около 33 зетабайт. Что это? Это очень огромное-огромное число. Например, 1 зетабайт равен 1 миллиону терабайт. То есть 33 миллиона терабайт информации сейчас содержится примерно в мире. Для сравнения, например, это примерно 1 миллиард 320 миллионов Blu-ray дисков, емкостью 25 гигабайт каждый. При этом каждый Blu-ray диск имеет толщину примерно 1,2 миллиметра. Можете в комментариях посчитать, сколько это в тысячах километров, если выстроить большую-большую такую стопку. Ну либо для хранения этого эквивалента информации вам понадобится в 4 раза меньше Blu-ray дисков, если использовать, например, вот такие вот диски от Verbatim на 100 гигов каждая болваночка. Что же, друзья, сегодня мы с вами смотрим на два вот таких вот жестких диска. Это Seagate серия Iron Wolf. 8 терабайт каждый диск. То есть в сумме мы получаем 16 терабайт. Вот такую вот внушительную цифру. Жесткие диски это необычные, это специальная серия, которая предназначена для высоконагруженных задач, которые предполагают хранение и чтение данных в режиме 24 на 7. То есть мы можем создавать RAID массивы с этими дисками, можем использовать их в обычных десктопных компьютерах, либо устанавливать в так называемые NAS накопители. Об этом мы также сегодня поговорим. В общем, сегодня по полной программе протестируем данные жесткие диски, в том числе создадим с вами сумасшедший RAID массив на 16 терабайт. Несмотря на то, что в последнее время активное развитие получают так называемые облачные сервисы, многие люди предпочитают хранить важный и нужный контент локально у себя на компьютере. К такой категории, кстати, отношусь и я сам. А моя домашняя сетевая инфраструктура строится на так называемом сетевом хранилище NAS. Ну а сейчас мы с вами поговорим об отличиях дисков IronWolf от обычных классических жестких дисков. Диски данной серии, начиная с емкости в 4 терабайта, обладают встроенным датчиком вращательной вибрации, что повышает надежность хранения данных во многодисковых массивах. Также, начиная с этого же объема в 4 терабайта, поддерживается фирменная технология IronWolf Health Management, которая следит за состоянием здоровья жесткого диска. Более подробно об этой технологии я расскажу чуть позже. Кроме того, магнитные пластины всех дисков, без исключения по объему жесткого диска, сбалансированы сразу по двум плоскостям, что уменьшает вибрации и увеличивает надежность хранения данных. Это особенно важно при использовании нескольких дисков одновременно, а уровень шума в режиме поиска данных составляет 28 дБ. Также магнитные головки дисков IronWolf не паркуются так часто, как на обычных жестких дисках, что позволяет получать больший отклик при обращении к данным и, соответственно, также меньший износ для самих головок. То есть, как вы видите, к жестким дискам, предназначенным для активной записи и хранения данных, предъявляются повышенные требования. Это же относится и к критериям возникновения варианности ошибок при чтении с поверхности магнитных блинов. Вариантность возникновения ошибки при чтении у линейки дисков Seagate IronWolf составляет всего 1 ошибка на 10 в 15 степени бит, что очень мало. Если объяснять очень коротко и очень просто, то это очень хорошее значение, позволяющее снизить количество ошибок и повысить стабильность работы в RAID массивах. Плюс все это приправлено гарантией производителя сроком в 3 года. Теперь более предметно взглянем на 8-терабайтную модель ST8000VN0022. Частота вращения шпинделя мотора 7200 оборотов в минуту, а в качестве кэша используется целых 256 мегабайт памяти. Также диск использует стандартный метод перпендикулярной магнитной записи PMR без использования черепичного перекрытия магнитных дорожек, SMR так называемая. Все это позволяет получать хорошую производительность как для чтения данных, так и для записи. Также диск не использует гелевую среду, а обходится обычным атмосферным воздухом. Напомню, что гелевое заполнение гермозоны диска позволяет уменьшить расстояние между магнитными пластинами, то есть их больше умещается в корпусе жесткого диска. Однако у гелия есть и свои минусы, но сейчас видео не про это. В жестком диске на 8 ТБ используется 6 магнитных пластин емкостью 1,3 ТБ. Эти пластины занимают практически все доступное пространство корпуса 3,5 дюйма. Магнитные пластины расположены с довольно большим шагом друг от друга. Небольшой паскриптум, обратите внимание, что из-за этого не осталось места для стандартного размещения основных установочных отверстий под крепежные винты. Установочные отверстия разнесены друг от друга, в то время как обычно они расположены ближе к друг другу. Поэтому будьте внимательны, чтобы корзина вашего компьютера или NAS-хранилища смогли принять этот диск. С NAS-хранилищами, как правило, никаких нюансов не должно быть. Что касается компьютерных корпусов, то тот же Fractal Design Define R5 позволяет закрепить жесткий диск только на два винта из четырех. А вот с корзиной от корпуса Fractal Design Meshify 7 Mini уже все хорошо. При установке жестких дисков в NAS-хранилище QNAP TS-451 никаких проблем с установкой дисков не возникло. А установочные корзины тут универсальные. Что же, друзья, теперь перейдем к тестированию на десктопном компьютере. Первым делом посмотрим на результаты в программе CrystalDiskMark версии 6.00. При линейном чтении получаются внушительные 239 Мбайт в секунду, а линейная запись выдает нам уже 236 Мбайт в секунду. Даже чтение и запись блоками по 4 Кбайт выдает отличные результаты, как для классического жесткого диска. Сколько же будут выдавать два таких диска в массиве RAID 0? Напомню для тех, кто не знает, что RAID 0 это так называемый массив на основе чередования, который позволяет увеличить производительность операций чтения записи, а весь объем дисков складывается в один большой диск. Если есть возможности, то из такого массива можно сделать и аппаратное зеркалирование, то есть повысить надежность хранения данных, добавив в систему еще два диска и построить так называемый RAID 10, либо RAID 1 плюс 0. Но это уже тема другого разговора. В итоге в RAID 0 получаются уже немыслимые для жестких дисков 476 Мбайт в секунду для чтения и 467 Мбайт для записи. Теперь посмотрим на производительность в программе HDTune Pro версии 5.70. Этот тест более информативен, поскольку мы сразу же видим график производительности по всей поверхности магнитных дисков. Синий график показывает распределение скоростей по поверхности всех пластин жесткого диска, а среднее время доступа к различным частям диска обозначено желтыми точками. Производительность на внешних дорожках диска всегда выше, чем на внутренних дорожках. Так происходит из-за их длины на круглой пластине. Из-за один оборот круглой пластины можно считать больше данных с большей производительностью на внешних дорожках. Итак, первая группа тестов это чтение. Максимум 238,8 Мбайт в секунду для внешних дорожек диска. Минимум 192,2 Мбайт в секунду для внутренних дорожек диска. А средняя производительность на уровне 190,2 Мбайт в секунду. Вторая группа тестов это уже запись данных. Максимум 233,7 Мбайт в секунду, минимум 76,4 Мбайт в секунду. Средняя производительность на уровне 187,2 Мбайт в секунду. Теперь я повторю эти же самые тесты, только уже с двумя дисками в массиве Рейт 0. Чтение данных максимум 461,9 Мбайт в секунду, минимум 207,5 Мбайт в секунду. А средняя производительность на уровне 366 Мбайт в секунду. Запись данных максимум 453,3 Мбайт в секунду, минимум 212,6 Мбайт в секунду. Средняя производительность на уровне 351,3 Мбайт в секунду. Таким образом, вполне закономерно, что в случае с Рейт 0 можно получать минимум в половину больше производительности при работе с файлами. Также я не мог обойти стороной и тестирование в программе Atto Disk Benchmark 4.00.0F2. Глубина операции чтения и записи была выставлена на десятку, а размер файла, с помощью которого будет сделан тест, выставлен на 1 Гбайт. Уже при чтении и записи блоков размером 4 Кбайт, диск Seagate IronWolf выдает более 200 Мбайт в секунду для операции чтения и записи. Это отличные показатели для жесткого диска с шестью блинами на борту. Вот сравнение с диском Seagate ST1000DM003 на терабайт, который по своей природе довольно быстрый, поскольку обладает всего одной магнитной пластиной. Seagate IronWolf на 8 ТБ оказывается куда более производительным решением. Теперь очередь тестов в массиве Рейт 0. Тут мы видим производительность на уровне более 400 Мбайт в секунду, что позволяет использовать такой массив дисков как довольно быстрое емкое хранилище. Что касается температур, то данным жестким дискам в обязательном порядке требуется охлаждение. IronWolf были установлены в корпусе Fractal Design Definer 5, а корзина находилась возле переднего вдумного вентилятора. При интенсивной работе диски прогревались до температуры в 50 градусов Цельсия. Температура в помещении составляла примерно 24-25 градусов. На самом деле это не столь большие температуры для таких производительных решений. Тем более, что температура находится в пределах технических спецификаций Seagate. Теперь посмотрим на то, как диски поведут себя с сетевым файловым хранилищем. В качестве такого хранилища я использую довольно производительное решение QNAP TS451 с гигабитными сетевыми портами. Сейчас перед вами тест одиночного жесткого диска Seagate IronWolf. Все тестирование, опять же, проводилось в программе Atto Disk Benchmark 4.00.0F2. Для теста я создал отдельный логический диск в настройках операционной системы QTS на схранилище от QNAP. Сам диск был подключен к операционной системе через так называемый iSCSI-инициатор, что позволяет видеть диск в проводнике Windows как обычный локальный диск, а не как абстрактную сетевую папку. В Atto использовались следующие настройки глубина чтения и записи десятка, рабочий файл для тестов 1 гигабайт, размер блоков от 512 байт до 64 мегабайт. В итоге вполне закономерно, что жесткий диск линейки IronWolf обеспечивает максимальную производительность, доступную для сетевого канала в 1 гигабит в секунду. Получается около 100 мегабайт в секунду на записи на чтение, и все это уже начиная с блоков по 8 килобайт. Такой скорости достаточно для нужд резервного копирования, просмотра мультимедиа контента или видеомонтажа. А если использовать более широкий сетевой канал и режим работы в RAID массивах, можно получать среднюю производительность на уровне 300-350 мегабайт в секунду. Правда и сетевой накопитель, и свитч, либо ваш роутер, и компьютер должны поддерживать скоростное сетевое соединение хотя бы на уровне 2,5 гигабит в секунду. Специальный инструмент IronWolf Health Management, который поддерживается большинством нас-накопителей разных брендов, постоянно следит за состоянием дисков. Вместе с классической технологией Smart он позволяет выявлять возможные неисправности или негативные факторы, еще до того, как они повлияют на надежность хранения пользовательских данных, например, чрезмерная вибрация, передаваемая на диск. Даже при интенсивной работе диски не нагревались больше 51 градуса по Цельсию. При этом QNAP TS-451 оставался довольно тихим, никак диски не повлияли на увеличение оборотов охлаждающего вентилятора. Также в нас в хранилище были установлены еще два других жестких диска для создания максимально жестких условий эксплуатации для двух установленных Seagate IronWolf. Температура в помещении 25 градусов. Не удивительно, что диски Seagate IronWolf немного горячеватые, однако не стоит забывать про их высокую емкость и отличную производительность. Что можно сказать по итогу? По итогу можно заключить, что жесткие диски Seagate серии IronWolf отлично подходят для задач интенсивного файлового хранения для дома, либо в небольшом офисе для малого бизнеса. Их производительности более чем достаточно для самых различных задач по хранению данных. Резервное копирование данных, файловое хранение, работа конфигурация хрейт массивов с нас хранилищами и интенсивное использование 24 на 7. Все это стихия волков от Seagate. Ничего не мешает вам использовать эти диски в своих повседневных задачах. Например, для торрент-клиентов или для сохранения больших по размеру исходников видео или фотографий и последующей их обработки в соответствующих редакторах. Именно так я и делаю сам, так как я люблю фотографировать и довольно часто монтирую большой по размерам видеоматериал. Что же, друзья, вот такой вот обзор получился. В следующих роликах расскажу немножко про работу в рейт-массивах, про эксплуатацию таких массивов, про опыт эксплуатации свой личный. Я думаю, будет интересно про это все вам рассказать. Что же, подписывайтесь на канал, если все еще не подписаны. Ставьте большие пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Это поможет продвинуть ролик. И, пожалуйста, поделитесь роликом с друзьями в соцсетях. Все это, опять же, поможет получить какие-то просмотры для того, чтобы у меня была мотивация создавать новый интересный контент. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok